В далеком 2014 году, так скажем, вышла вот такая монеточка. Посвящена она была городу воинской славе Анапе. Чего ради мы вдруг достали ее и извлекли из альбома «На свет божий». Но дело в том, что Анапа сегодня у нас празднует, так скажем, день города, 235-летие, более-менее так круглая дата. Хотя 235 лет, вот как-то немножко странно звучит для такого города, поскольку в V веке, еще до нашей эры, на этом месте был город такой Синдика. Ну, если вообще издалека начать, опять вот, Анапа, российский город-курорт, расположен на берегу Анапской бухты Черного моря, которая издавна привлекала людей. В древности на месте Анапы находилось поселение Синдов, античный город Синдика. В V веке до н.э. Синдика была присоединена к Боспорскому царству, и в этот период город называется Горгиппе. В IV веке город был разрушен племенами готов. В XIII веке в бухте возникла Генуэрская крепость и торговая колония Мапа. Османская империя захватила колонию Генуэр в 1475 году, и турки основали мощную крепость, вокруг которой возникло селение, получившее название Анапа. В XVIII веке русская армия трижды безуспешно штурмовала город. Не получилось. Но присоединить эту территорию к России удалось лишь в 1828 году. Через год в Анапе был организован крупный военный госпиталь. Впервые Анапа получает статус города в 1846 году. Во время Крымской войны русские войска сами уничтожили город и крепость, оставив Анапу турецкой армией. Российский город возвращается в 1856 году. В марте 1860-го последовал царский угас об упразднении городов Анапы и Новороссийска. Вновь статус города Анапа получает спустя 6 лет. В Анапской бухте возрождается поселение, в округе развивается виноградарство. В начале XX века Анапа становится дачной местностью. Первый санаторий, береговая, открывается 15 июля 1900 года. Курорт постепенно становится популярным. Детским курортом Анапу делает распоряжение Владимира Ильича Ленина Ульянова, по которому в 1921 году на отдых было отправлено свыше 55 тысяч детей. В 1929 году специальная комиссия Наркомздрава РСФСР провела комплексное обследование всего побережья и приняла решение о преобразовании Анапы в образцовый детский курорт. Во время Великой Отечественной войны Анапа была захвачена немцами и полностью разрушена. В 1947 году началось постепенное восстановление и дальнейшее развитие курорта. Сегодня Анапа – это один из наиболее благоустроенных курортов Краснодарского края и единственный в России курорт, обладающий лечебными песчаными пляжами протяженностью 42 километра и 12-километровыми галечными пляжами. Город богат собственными целебными грязями и минеральными водами. Мощный оздоровительный эффект дает ионизированный воздух. Многовековой реликтовой можжевелой леса выделяют полезную смесь воздуха. Можжевелые леса расположены в районе села Большой Утриш. И вот солнечные ванны на кварцевых песках тоже можно принимать. Называется так – псамотерапия. Но в Анапе чего интересного еще есть? Археологический музей-заповедник Горгипе. Это про I-II век. Русские ворота. Остатки турецкой крепости названы русскими в честь освобождения Анапы от турецкого ига в 1828 году. Храм святого Ануфрия Великого. Один из самых старых храмов на Кубани. Анапский маяк. Дельфинарий на Большом Утрише. Интересно, что Анапа является самым солнечным местом в Черноморском побережье Кавказа. Среднегодовое число пасмурных дней всего-то 48. Мне случилось проездом там побывать по дороге в Крым на отдых. Кушал там мороженое. Действительно, город солнечный. Такой светлый, приятный. Немножко неожиданно показалось то, что большие каменные кресты где-то недалеко от дороги кем-то для чего-то воздвигнут. Ну, возможно, чтобы показать, что это территория России. Такие больше, чем человеческий рост каменные кресты. Ну, что ж. Вот в мае 2011 года указом президента России Анапе было присвоено звание город воинской славы. В городе проживает около 67 тысяч человек. День города в Анапе празднуют в сентябре. И часто празднование совпадает с проведением кинофестиваля «Киношок». Есть такой у нас. Но если герб разглядеть поподробнее, то герб Анапы, утвержденный 29 августа 1973 года, на щите из четырех частей изображалось солнце, гроздь винограда и парусный корабль. В середине щита красная звезда с языками пламени. Современный герб Анапы, утвержденный 8 апреля 2005 года, на щите изображена золотая стена. Символизирует стратегическую важность Анапской крепости. Солнце указывает на город, как на самое солнечное место Черноморского побережья Кавказа. Его 25 лучей говорят о 25-ти вековой истории города. Морские волны и триеры символизируют прибережное положение города и важность его для международной морской торговли в течение многих столетий. Городу на самом деле 2,5 тысячи лет, но празднуется почему-то всего-то 235. Ну вот, на флаге, значит, золото в цветах флага символизирует богатство и стабильность, лазоривает свет символ чести, славы, преданности, добродетели, чистого неба и водных просторов. Вот такой вот всех анапчан, так скажем, анапчан и анаповок с праздником. Красивая дата, хороший город. На территории России, как бы, можно сказать, рай на земле. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.